ну вот друзья закончилась зима началось отаять это значит порядоделывать электроснегоход как говорится куй сани пока горячо ну или как то так в общем поехали самодельный снегоход это довольно увлекательное занятие к тому же появится повод чтобы съездить в лес и подышать свежим воздухом однако делать его самому хоть и дешевле но все-таки мне кажется проще купить и готовый бензиновый вариант а если снегоход это не ваша история то можете зайти на дром и выбрать себе отличную тачку для оффроуд таким образом у вас тоже появится возможность активно проводить свой досуг ну а по снегоходу в прошлом видео мы доделали почти всю техничку изготовили сидение старого чехла почти говорю получится круче чем завод подготовили оптику и остановились на изготовлении скелета под пластик честно скажу сейчас я сделал бы вообще все по-другому но опыт есть опыт его так и получают в процессе практики в общем скелет был готов и так как мы решили его закрыть пластиком необходимо было сделать защиту от коррозии тут на помощь пришел грунт а в с он довольно хорошо и равномерно ложится на металл поэтому решили обработать весь снежик в том числе днище потом еще покрыли все эмалью два слоя думаю будет нормально вот на такую технику ушло целых 7 баллонов так как куча мелких деталей их приходится красить под разными углами поэтому всегда берите запас потом когда все просохло мы сняли эти скелеты и сначала хотели обтянуть их тканью которую используют огородники но беда в том что она практически не тянется поэтому отказались от такой идеи и съездили в магазин купили прищепки и уже настоящую ткань которая называется лайкра она вот уже тянется так как надо и принимает любую форму цена вопроса 550 рублей за метр мы взяли чуть больше 2 и я думаю должно хватить сначала прилепили ее на прищепки ну а потом посадили все на супер клей и признаюсь честно данную идею мы посмотрели на канале горячие ключи и вроде как вариант получается очень даже неплохой к тому же неожиданный потому что вначале выглядит все совершенно по-другому там где ткань нужно было втянуть во внутрь мы ее просто прошили и она также хорошо приняла нужную форму после взяли эпоксидную смолу с отвердителем и пропитали ей ткань наливали ее понемногу где-то по 150 200 грамм ведь если делать больше то просто не успеваешь ее нанести она начинала застывать таким образом мы должны получить хорошее основание для стекломата осталось только все высушить многие спрашивают почему мы начали делать именно электро снегоход они бензиновые ведь этот якобы проще дешевле ну и запас хода больше однако так говорят только люди которые не ездили на электрической технике потому что тут совершенно другие ощущения и просто непередаваемый кайф от такого бесшумного резкого ускорения хоть и запас хода ограничен но на то стоит и вот пока у нас есть свободное время решил посмотреть отзывы на дроме об электрокарах интересно что пишут реальные владельцы да вот пишут то что очень довольны он радости не было предела выбор конечно такого автомобиля это довольно неоднозначное решение в общем нужно понимать что современные электромобили в частности nissan лиф подойдут далеко не всем сейчас расскажу вам о достоинствах и недостатках этой машины отзыв очень большой я думаю весь зачитывать смысла нет да в электромобиле конечно есть свои плюсы минусы это нужно учитывать но как по мне для каких-то новых ощущений я бы хотел попробовать себя за рулем электромобиля скажем так да и вообще надо бы подписаться на пару объявлений в дальнейшем может быть куплю какой-нибудь дешевый вариант для переделок но или каких-то доработок ну а тем временем наши детали уже более-менее застыли и мы набросали на них стекломат полное застывание эпоксидной смолы происходит спустя 24 часа и это на плюсовой температуре поэтому представьте сколько времени на это все ушло после высушивания мы срезали с помощью ушем лишние сосульки и приступили к нанесению шпаклевки и и тоже решили делать не автомобильную а на основе эпоксидки чтобы адгезия было лучше брали ее на замес по 100 грамм и сначала она как глина вообще было непонятно как ее наносить но когда добавляешь отвердитель она превращается в пластичную массу которую без труда можно размазать однако она не похожа на автомобильную так как и сильнее тянется постоянно такая текучая и сильно прилипает к шпателю в итоге положить ее ровно как по мне просто невозможно ну по крайней мере с первого слоя однако я признаюсь честно на второй слое нас уже не хватило и для первого опыта будет и так достаточно сохнет она тоже 24 часа и после мы получили как будто бы пластиковые детали такого достаточно интересного цвета я думаю металлический скелет в данной конструкции это лишняя деталь но раз уж оставили его то пусть будет когда начали мерить все детали на снежек то поняли что все-таки конечный вариант стекловолокна нужно было лепить на месте так как всю конструкцию немного повело но уже поздно поэтому будем подгоняться на месте точится эта шпаклевка если честно так себе к тому же неподходящий момент сломалась шлиф машинка и пришлось очень быстро ее оживлять чтобы процесс не останавливался в итоге мы получили более-менее неплохие обшивки но с кучей неровностей шлифовать которые совсем уже не было сил да и вообще чтобы их нормально выровнять и нужна еще шпаклевка поэтому мы решили выбрать другой вариант и покрыть это все антигравия таким образом получим дополнительный защитный слой и заполнен неровности наносили антигравию два слоя первые на перекрытие а второй для создания грубой шагрении чтобы было меньше косяков в итоге получили настоящего монстра батарею мы тоже покрыли антигравия тем самым защитили ее от влаги ну и вид у нее стал поинтереснее в общем счете антигравия у нас ушло два баллона на 600 рублей обтекатель для нашего снежика мы вырезали выгнали из мотоциклетного потом его еще немного тонировали специальным баллончиком помимо всей внешки нужен был еще новый курок газа ведь не использовать ту самую педаль от авто поэтому я взял переменный резистор проволочного типа на 10 килоом и собрал для него механизм поворота думаю должно сработать тем временем антигравия высох и нужно было придумывать расцветку конечно это все проектировалась в сложные 3d программе на компьютере но ничего у нас получилось в итоге мы приступили к созданию образом но получилось то что лучше бы нам не видеть поэтому на будущее прежде чем что-то создавать мы будем делать и 3d рисунки сейчас нам чтобы выехать надо накидать немножечко снега и потому что все растаяло давид затянули со снегоходом немножко по снегу и туда на свадьбе я вам чувствую тепло такое от солнца хорошее но тут придется таки давайте иначе мы не выйдем это трава или снег это трава наверно уже пора бы уже как нет все пишется только это так вот не делай ты знаешь как это танцы раз два три раз два три вот он готовый вариант снежика да немного смешной веселый но это наш первый опыт к тому же он электрический и полностью самодельный тут у нас кнопка массы которая выключается нажатием то есть если что-то пойдет не так то можно быстро отключить питание а то всякие бывают случаи если помните тут у нас замок зажигания при повороте которого сразу включаются ходовые огни и вольтметр ну а другие приборы тут по сути ни к чему заводите греть его тоже не надо просто повернули ключ дали газ и поехали батарейка у нас съемная и летом будет использоваться на другой технике на ней также мы установили вольтметр и вот такой вот разъем для зарядки в общем поехали на испытания на вялом ездимся подожди так это это получается это стабилизация такая и а 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 вы прямо теперь право а 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 подъемный подъемный парни парни а а а а а а одной рукой ну давай давид давид силен IR 10 лет 10 лет один жил 1 ты можешь да сейчас с тропата задворник да привязан да не нормально спай Всё, пытаешь? Рывок надо! У нас, я вам скажу, получился настоящий монстр. Как вы считаете, есть автомобили, которые могут сравниться с нашей самоделкой по получению адреналина? Поищите такие объявления на дроме и, если что, скидывайте мне, оценим. Ссылку на приложение оставил под видео. В общем, как я обещал и как многие просили, мы доделали внешку. Пусть очень торопились и получили немножко не то, что хотели, однако, как я уже сказал, это очень хороший опыт и в дальнейшем мы уже будем делать всё более продуманно. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и, конечно, ставьте палец вверх, кому понравился сегодняшний выпуск. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока! С этим снегоходом у меня уже борода успела вырасти. Пора уже ехать домой.